Макрокарты А тут мне несколько макрокарт прислали, ну, фантазеры. Они пишут о том, что они вот эту представляют, ну, чуть ли себя не представляют на сцене Большого театра или в правительстве. Вы не себя представляете. В макрокарте вы не себя позиционируете. Вы в макрокарте пишете то, что вокруг вас есть. Вот вокруг вас есть поселок, из которого нужно выехать. И вы знаете, что вы можете реализоваться вот в том-то большом городе. И в этот большой город нужно идти пешком, ехать на поезде или лететь на самолете. Вы должны сказать, какие препятствия к тому, чтобы из этого поселка выбраться в большой мегаполис. Или наоборот, некоторые, сейчас у меня вот тут один написал, ну, хорошо написал, молодец. Он из Москвы собирается получить вот этот дальневосточный гектар и уехать туда. И вот он прописывает то, что он здесь вокруг него находится. И вот он прописывает про этот дальневосточный гектар. Я почитал. Вы понимаете, правительство часто лапшу на уши вешает. Сколько там еще препятствий. Но он их, эти препятствия обозначен. И потом он найдет, как обойти эти препятствия. То есть вы не пишете гладкую дорогу. Вы описываете, какие горы, овраги вам нужно преодолеть. Какие стоят перед вами препятствия. Что необходимо сделать, чтобы в этой макрокарте проложить свою лоцию, свой маршрут. Поэтому, поймите, вы пишете объективно. Я сижу в этом поселке. Родители мне мозг травят. Я хочу уехать. А для этого я хочу... О! Вот сейчас я только что вспомнил. Одна написала. Из Сибири. Она говорит, я хочу в Крым. Тут говорит, Юрий Николаевич, что наслышалось у вас. В Крым. Она имеет образование и молодые годы. Амбиций много. И, как говорится, задора полная огня. И вот она, Крым, говорит, Юрий Николаевич, а как вот прописать макрокарту вот этого путешествия из сибирского города в Крым? Я говорю, прежде всего, ты узнай цены. Цены на поездку. Узнай цены на снятие жилья. Потом ты понимаешь, что сразу никогда не найдешь работу по душе и по вкусу. Ты сделай такой вот маркетинг. Проверь, какие есть работы. Чтобы можно найти место в жизни там и реализоваться. Вы знаете, она через 2-3 дня говорит, вот тут при санатории я могу там ухаживать за какими-то людьми, но чего-то там... Нет, это не горничное. А там что-то организовывать не знаю, толком не знаю. Она говорит, вот там дают жилье и 25 тысяч рублей. И там можно в столовой и поесть. Оп! То есть, смотрите, из Сибири, чтобы реализоваться на юге, она хочет тоже к югу. Наверное, такая же душа просит море, как и я. Она уже нашла точку, где можно зацепиться в этом Крыму. Я говорю, ну ты посмотри, еще она собирается в августе, потому что там есть ряд каких-то обстоятельств, которые нужно закрыть. Вот видите, вот они, карты. Обстоятельства закрыть, узнать, как жить, узнать, куда поехать. То есть, вот это проложить маршрут. Не просто я хочу, я могу. А вы можете, стоят эти коучи-тренера. Вы готовы. Да нихера вы не готовы. А вот когда она начала это смотреть, и она еще посмотрит, и про жилье узнает. А может быть, она найдет сразу работу, ту, которую она хочет. Она хочет быть фрилансером. И это важно. Иметь более далекую цель. Но чтобы к далекой цели добраться, необходимо преодолеть тот путь, который между вами и той целью. А чтобы его преодолеть, надо знать, какие тут ступеньки, какие овраги, какие горы, буреломы чаще. Вот. Вот что такое макрокарта. Поэтому еще раз говорю. Пишите. Присылайте мне в письме. Я бесплатно проверю, немножечко поругаю вас, посмеюсь над вами, где-то поиронизирую. Но это для того, чтобы вы задумались дальше. Пишем ваши макрокарты. И это та зона, куда мы расширяем свою зону комфорта. На связи. Я вас люблю. Продолжение следует.